всем привет всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал всех приветствую из германии я снова в доме отвела я софику в детский сад и сразу же пришла сюда кстати в последнее время я вот так и делаю вы наверно заметили да я отвожу садик софию прихожу сюда работать и вторую половину дня уже когда забираю софию я уже уделяю время семье маме который у нас сейчас в гостях германии то есть не обижали и здесь не отсутствую и могу не обижаю не отделяю своим вниманием так пришла я восьмого сегодня по одной и той же теме буду дальше реставрировать мебель которая нам досталась от бывших хозяев именно досталось именно этот термин я использую не осталось а досталось потому что это достояние натуральная мебель из натурального дерева антик антиквариат таком добротном качестве это именно достояние в комментариях писали да и мне в жизни говорили зачем тебе эта старая мебель как это зачем как выбросить такую прекрасную мебель которая стояла веками и еще будет веками дальше стоять но так вот я пришла сегодня докрашивать точнее не докрашивать шлифовать и красить трюмо либо триллиаж как это правильно называется я не знаю мы называли это триллиаж у нас деревня был такой триллиаж а вы в комментариях напишите то есть правильно все таки триллиаж или трюмо смотрите что я нашла трехлистник для удачи я его сохраню конечно же я его сохраню нашла я его под этим стеклом кстати да знаете девчонки я хочу у вас спросить совета и по поводу этого стекла я даже не знаю что мне делать вот это стекло я вытащила вот она была здесь и здесь тоже было стекло я наверное до стекло буду убирать потому что у меня есть дети я в будущем хочу тут ну может быть духи поставить до свои флаконы духов и стекло все-таки такое опасная вещь наверное может разбиться надо быть осторожным поэтому я наверное сейчас буду вынимать вот эти штучки они удерживают стекло зашпаклю это дело и просто закрашиваю будет останется просто дерево ну что со стеклом вот здесь большая поверхность это уже опасно знаете что-то резко ту же самую расческу резко не положишь или тот же самый флакон духов уже резко не поставишь да стекло наверно буду убирать кстати ручки я же говорила что буду в тк макс смотреть для этого серванта может быть там и найду и в общем то там я и нашла здесь правда двери нету мы сняли петли потому что краска попадала на сами петли а с петель потом уже краска лопалась и мы решили двери снять вот они покрашенные ждут уже когда будут на месте снова висеть в общем я нашла ручки для дверей тогда вот такие вот ручки ручек там больше не было это вот единственные были обычно в тк макс большой это были единственные и они мне очень очень понравились я так и так хотела с элементами золото но на такое вот счастье я даже не надеялась что вот такие вот золотые пчелки будут украшать наш сервант посмотрите какая красота вот это вот камень а вот тут вот металлические такие пчелки уж очень они мне понравились как ли повторюсь еще раз я и так и так хотела что-то золотое но это вообще супер я прям довольна правда мне нужно только три но думаю четвертая пчелочку четвертую я тоже не обижу где-нибудь дыри найду место вот такие вот вот так вот она будет смотреться на двери вот так вот будет контраст холодного и теплого потому что у меня кремово белый и ручки будут более яркие у них вон холодный белый сер серым отливом и холодное с теплым всегда смотрится красиво вот такая вот будет у меня красота кстати цена 699 стоили вот этот вот набор ручек кстати и поэтому могу вам советовать в таком аксе на и смотреть вот на такие вещи и можете преображать свою мебель с помощью вот так вот замены ручек здесь были вот такие вот витрины стекло и будет у меня наверное просто ниша потому что там вот стекло было и когда я доставала я увидела что одно из стекол вот этот витрины видите разбито я даже порезалась чуть-чуть не хочу разбитая даже оставлять не знаю хоть это и не посуда обычно не говорят что убитую посуду нельзя оставлять но все равно не хочу буду это дело выбрасывать сейчас зашпаклюю вот эти вот рельсы которые были до для витрины зашпаклюйтесь просто ровно будет и покрашу в единый цвет как или все трюму и будет это просто будет ниша что-нибудь класть туда ставить но разбитое стекло не буду оставлять что вы по этому поводу думаете слушайте я сейчас была строительном магазине мне нужно было поехать за краской который мне не хватило для покраски мебели одной банки мне не хватило я в общем-то это да и догадывалась но у меня сейчас так души джаба я обновила кисточку у нас кисточка к сожалению не очень хорошая я краше она оставляет но она очень полосит и я решила все-таки не экономить на кисточке думаю но как бы беру хорошую краску дорогую лучше уж тогда не экономить на кисточке кисточка стоит 7 евро я вам покажу домой зайду вам ее покажу с каких пор блин обычные малярные узкие кисточки так стоит по 7 евро 749 даже если уж быть точным 750 до меня так жаба душу сегодня опять мы ездили в рыбку с альбины купили рыбу а то мясо мясо захотелось рыбки сегодня решили картошку и рыбки давайте-ка я вам пошуршу сегодня вон какую рыбку рыбу мы наловили аж смотрите как масло истекает из рыбки красное сейчас очищать будем картошку поставили варить и 2 2 помельче вот такой у нас сегодня улов рыбкозе такой у нас вкусный ужин сегодня будет а картошка у нас уже варится у кого слюдки потекли от нашего ужина у меня уже текут жду не дождусь когда картошка сварится девчонки у нас сегодня уже второй день я пришла снова в дом как только отвела софийку в садик и хочу показать свой результат что я делала вчера я вот этот трюльяж либо трюмо еще раз повторяюсь да шлифовала и нанесла слой краски посмотрите какая красота получается у меня аж слезы наворачиваются вот от этой красоты мне так нравится результат вы бы знали мне очень нравится как получается конечно же будут здесь дверки да буду здесь выдвигая выдвижные шкафы такая красота все-таки я закрасила вот эту вот нишу а кстати это еще будет еще слой краски это уже хорошо но в нише видно что вот еще дерево просвечивает а здесь уже краска так лежит плотненько как будто даже не надо но я все равно нанесу опять-таки более современные ручки вставим и будет красота я уже довольно хоть здесь только один слой краски вот такая вот прелесть получается здесь вот выдвижные а вот здесь двери посмотрите закрасила вот двери и тоже выдвижные такие шкафчики новые думаю все помните уже сейчас нанесу второй слой краски и уйду дальше мне нужно сегодня еще закупаться продуктами приехала в наш лидл закупиться и впервые вот мне кажется в моем опыте я еле-еле нашла парковку у нашего лидла я сейчас сначала удивилась думаю что такую почему сегодня так много машин а потом вспомнила что у всех сейчас мандраж предпасхальные покупки и закупки еда немножко сейчас придется мне пешкодромить с тележкой потому что прям далеко от входа ну что поделать главное нашла парковку как я уже вам говорила предыдущем логия что я опять же попрошу альбину отвезти мне магазин таком а потому что мне понравилось какие вещи все таки уговорила но мы правда ничего там не снимали потому что мы быстренько быстренько зашли мама взяла те вещи которые в прошлый раз понравились и это ну не при уже не были если на которые не понравились не были давай покажи что такое куртку да покажи мне она очень понравилась эта курточка все такая вся стёганая классная цвета хаки как пометок ей очень идет очень хорошо вырезы по бокам кнопки да очень хорошо маме идет вообще позапокажи ценник 36 36 евро стоил 119 95 давай еще покажи что ты купила она сомневалась пришла как как ты думаешь надо мне не надо гру и 10 тебе понравилось потом уже знаете спит же я уже купила уги когда я увидела на вот такие классные прям перед выходом можно сказать мы уже собирались уходить вам как тиграть эти уги игру классные от фирмы мекс натуральная замша и ценник очень а сколько они стоили я уже ценник оторвала стоил 119 по моему купил за 24 евро 24 евро вообще уги натуральная замша вообще классная цена круто и и вот такие вот кроссовки красок да да я себе белые кроссовки тоже кожаные да тоже натуральная кожа как мама говорит очень удобный да и ценник тоже хороший 24 тоже нет вас я знаю до 24 99 они стоили натуральной кожаные кроссовочки в общем вот такие покупки мама совершила надо он тебе идет но лет действительно идет он тебе классно и необычно да да и сзади вот этот вот ну да и сзади вот так вот раскрывается не замка нет кнопки да замка нету кнопки время 6 часов вечера и мы приехали в митинген в наш outlet city посмотреть полазить по магазинам точнее мы даже знаем в какой магазин мы приехали мы приехали в магазин со сладостями мама вроде всем обеспечила подарки но сладости вот гостинка и она еще не приобрела а в нашем аутлите есть магазин лент потом есть магазин шторг то есть поэтому вот мы туда нацеленно и идем в общем-то о как раз колокола колокола удачи вышли мы из магазина не с пустыми руками посмотрите сколько сладостей мама набрала еще до сих пор недовольна горит веди меня в магазин лент говорит шикар без да подожди вон данилу тут за углом у нас есть магазин лент это швейцарский шоколад шикарно вкусный поэтому мама тоже хочет оттуда конечно же гостинцы она гостинцы тоже набирает не только себя гостинцы а потом дома покажем и кноперси там и мерси набрала да вот покупки мамы закупилась и мы идем в общем-то к машине едем домой мы только за сладостями специально сегодня приехали по магазинам ходить не будем сегодняшний ужин у нас греческий а именно пита чикен пита для женщин маме мне софийке и данилке это пита с курочкой а игорю стандартный гюрус купила даже два он обычно гюрусом не наедается они намного меньше размеров чем дёнар поэтому ему два гюруса я ему уже занесла он в доме там остался я ему занесла а мы сейчас вот будем ужинать курочками пита чикен пита вот таким вот образом решили сегодня разобраться с ужином хотя у нас еще рыбка есть со вчерашнего дня у нас еще не закончилась но все же знаете у каждого человека есть свои недостатки и плюсы погрешности вот у нас такой сейчас вам покажу кстати это у нас по наследству у мамы грешок такой есть и у меня и он называется жор по ночам время 11 час ночи уложили бы детей спать много что у тебя в морозилке горды я это видела мороженое я говорю да есть у меня такое морозилки вот достала у меня вот такой вот очень вкусный магнум магнум а ну папа в россии магнат вроде называется в германию магнум вот он он с этой с малиной внутри вкусненький а вчера кстати я вкусный тоже магнум пробовала на когда на ремонте была это да я купила на кассе когда за краской поехала новинка кстати вот попробуйте я сюда вот ставлю скриншот если в интернате найду да по-любому найду новинку магнум появилась снаружи лимон а внутри как его тоже химбери малина очень классное сочетание такой цитрон и малина действительно прикольное мороженое сюда вот скриншот ставлю это новинка у магнума вот так вот вкусно кого мы соблазнили мороженое на ночь тоже приятного ну пользуясь случаем скажем тогда уж всем доброй мира и всем пока пока